Я на самом деле сижу и со страхом сам прислушиваюсь к себе. Ну, со страхом понятно почему, а с еще большим страхом, потому что я жду, когда начнет задыхать глотка, которая, так сказать, носит в себе вирус. Так, не надо вот так сразу святого гриппа, когда, знаете, когда я еще в стерео звуки слышу, сразу безговариваю, да? Так, вирусы на вырывы. Что еще? Какие еще на себя я могу принять ударные? Когда свиной грипп дырочку найдет, грязь найдет, да? Нет, я было дело посещал, как его зовут, фониатра. Фониатра мне изогнутым таким шприцом зарашил что-то на связке там. Я вот когда я посещал стоматолога, стоматолог мне сказал, что если хочешь выйти из запоя, не из запоя, а из депрессии, то практически одно и то же, да? Я считаю. Потому что и там, и там мрачный взгляд на мир на утро. Вот. То он говорил, мне надо сходить одновременно практически к парикмахеру и к стоматологу вот в один день. После этого мир расцветает разными красками. И, как говорится, уже ничего не страшного в этой жизни. Я бы добавил, что и к фониатку надо сходить. Вот, чтобы он посмотрел своим глазом. Вот, там, какие-то токи через тебя пропустят. Но, какая красивая авторская песня на мелодии. Петя Николаевич, это вас потянуло на классику. Близость к консерватории и недалекость авторской песни. Ну, ладно. Спасибо. Вот, о чем это я. Такие это о том, что я еще не успел ничего придумать насчет фониатра. Хотя меня это потрясло не меньше, чем стоматолог. Но вспомнил вот стоматологическое. Я думаю, что нормальные люди, населяющие этот залп, поймут и оцелят. Эх, судьба моя судьба, вечность и осколок. Погадание на зубах, добрый стоматолог. Это несчет. Бормашина зажужжит, рот несчастный сплюнет. Ты мне правду расскажи, любит ли я? От рождения тридцать два, а по шесть не восемь. Увела меня зима через лето-осень. Из картона грубого вырежу я елку, Деснами без зубов и щелкну в тихомолку. И опять начну с нуля, весел и беспечен. Очень добрым стану я. Ведь кусаться нечем. Спасибо.